Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Ваша фамилия, имя, отчество? Ваша фамилия, имя, отчество? А.Б. Слободан. Неходий Александрович. Ваш год и место рождения? 1923 год, 15 марта. А место рождения ваше? Место рождения? Место рождения, как у Цыгана. Родился я на Украине. Воевал на Кавказе. Жил на Кавказе. Бил в Чеченце. Оттуда война началась моя, служба там началась. От Родового до Полковника. Вот вспомните, в каком году вы попали на фронт? В каком году вы попали на фронт? В Чечню. Ну вообще, да, на фронт. Ну, на фронт я так вот, давайте будем конкретно уже вспоминать. Значит, нас было у отца 12 человек. Значит, нас пятеро ребят, остальные девочки. И когда я, мы остались сиротами, мать умерла, потом сестра начали голодовку в 33-м году началась в Украине. Вот, я, значит, окончил восемь классов. Отец бросил нас. И мы стали умереться постепенно. Мне осталось тоже немного жить. И руководитель класса, где я учился, приехал посмотреть, как я живу. А как живу? Халупа украинская. Ничего нет. Я со школы пришел, первый смелый учился. Кушать абсолютно ничего нет. Что-то покушать. Тогда ведь была, как раз, осень была. Идти на чужой огород покопать. Кто-то забил, картошку не выкопал. Надо было что-то покушать. Он это дело посмотрел. И на второй день приехал милиционер. Привез отца. Отец в городе работал, нас забросил. И, наверное, я сейчас все хорошо помню. Он ему сказал, если показывать на меня, если что-нибудь с этим ребенком случится, мы вас будем судить. С этого дня он начал, ну как, вот такие буханочки хлеба были. Вот он прислал, стал присылать мне один, я думаю. На два дня. Все было не так. И когда я кое-что уже почувствовал, а физически я был крепкий. Потому что я всю работу выполнял один по дому. Вот, с детства. И в лес ходил, и дрова рубил, и дрова таскал, и топил, и тому подобное. И когда я окончил 8 классов, мне же, ну, физически я был, как бы, подготовлен крепко. И я уехал, бросил отца одного. Туда он бы и мне был, и мне не нужен. Я уехал на Кавказ. Начитался я книг, была такая книга, Ташкент, город Хлебный. Вот, вы не помните. Да я не помню, писатель. Но я начитался и решил удрать. Я доехал до Баку. Да, надо же ехать было на какие-то средства. Я ходил, у нас там санаторий был, поливать цветы. Я целый день таскаю воду, поливаю цветы, клубы там. Мне давали рубль. Я таких денег насобирал, купил билет и уехал. Думаю, Ташкент попаду. Ну, а я попал в Баку. Вот, в Баку попал. Я именно тот путь сел, и приехал я в Баку. Ну, и там мне сразу на станции подобрали, как говорится, опытные ребята. Они говорят. Ну, видишь, что я такой, как бы, человек ни при чем, ребенок. И там эти азербайджанцы, они показывают. Вот, видишь, что бенчебендар вот стоит. А их шлях пять подростков, таких же, как я. Иди, хватай и убегай. Ну, я посмотрел вокруг, подхватил этот азербайджан, бежать. У меня цопу остановили. Азербайджанцы не били. Вот, остановил один, и давай мне спрашивают по-русски. Откуда ты, и что я, как сюда попал? Ну, я вот, от начала ему и рассказывал, откуда я пролехал. Он пишет бумажку, вот, на тебе бумажку. Никуда ничего не хватает, иначе тебе все равно, говорит, убьют. Вот, еще не берет нигде никого. Вот по этой бумажке ты придешь, что завтра вот по этому адресу. Ну, так как тут у меня ничего, конечно, не получилось. То есть, эти ребята мне под жопу-каленку дали и выиграли свою компанию. Я кое-как, мне еще оставались деньги, пережил, что я не приехал тогда, он написал записку по адресу, я пошел туда, где жили, работать. Подручник, к электрогазосварщику. Ну, там детали подносить и подобные, и мне стали учить варить. Вот, электросварка, и потом я свал, и автоген. И так я стал там жить. Дали мне в общежитии комнату. Вот. Вот это предприятие. Нефтепром, а там строился газоперегонный завод. Вот на этом газоперегонном заводе, и там есть работа. И когда война уже началась, и подошла сюда, к этому Кавказу, ну, эти азербайджанцы своих сыновей не направляли, чтобы подверяли таких, как я, было много. И белорусы были, и украинцы, да, и русских там было достаточно. А разнарядка в военкомате была, давай, давай. А немцы уже окружили Сталинград, и фронт уже двигался сюда на Кавказ. И меня сначала призвали. Я очень хорошо, во-первых, слух мне был отличный. Я слышал, как мышь пробежит. И когда мне призвали первый раз, значит, мне призвали на родистов учиться. А родисты были такие, нужны для флота. Морского флота. А по состоянию, как я был худенький, еще один, не охренел телом. Ну, их меня забраковали, не взяли. А потом через месяц повестку в зубе, и без всякой комиссии все забрали. Станция возлеяния есть такая, в величии. 23 километра от Белиссии. Вот туда и проживали. Там формировалась военская часть. А немцы же год-год были, подходили сюда же, к Майкопу. Ну, и так вот пошло. И меня взяли на стрельбище и пошли, и стрелял. Я стрелял очень хорошо. Вот эти, мне записали в разведку. Потом курсант, потом командир пулемета развода, потом командир охраны был. Ну, все службу, начиная от рядового и кончая уже начальником службы авиационного полка. Значит, окончил я училище имени Дзержинского. На разведчика учился. Шесть месяцев. После этого, когда война кончилась, когда война кончилась, ну, специально с гражданскими. Да. А я был в разведке и обслуживал Жукова. Фронтовая разведка. А разведка так была, полковая, дивизионная, корпусная, армейская и фронтовая. И когда я окончил училище, уже вышел офицером, я был начальником груз, группы фронтовой войсковой разведки. Жукова. Он мне давал задания, выполнял это задание. Ну, а видите, такая ситуация, что командующий фронтом, он тогда был, он должен знать впереди, какой перед ним противник, его силу, его стратегические возможности. Вот. 25-30 километров от переднего края. Вот я там и ползал. И все сведения ему я готовил. Для последних заданий, когда я уходил по Кейнинберг, а я, значит, Кавказ освобождал, потом Крым освобождал, здесь, значит, на Белоруссии, здесь в Смоленщине я освобождал, захватил только Краин, это, здесь такое, татарский район. Вот. Там я захватил частично. Ну, и, короче говоря, в последнее задание он говорит, вот что, он мне сынок называл. Я был так, как бы, тело крепкий, а был шупленький, ну, я был сильный, хитрый. Судьба заставила быть таким мне. Вот. И он, да, мне на последнее задание говорит, знаешь, сынок, вот тебе записка моя, война кончится, живы останемся, поэтому адресу ты ко мне проезжай. Вот, то есть, мой адрес домашний, он еще не был министром обороны, а был командир, командир, командующий фронта, первого белорусского. Ну, и когда война кончилась, я был ранен, так, значит, ранение я получил в живот, осколок, градацию немецброщих, когда мы брали штаб полка немецкого, а потом, значит, осколок попал в желудок, вот, потом мне детстве в одном прострелили, прострелили, в желудоке, было, долго не доживало, ну, короче говоря, когда меня уже война заставила, я был в госпитале, потом война кончилась, сводный полк был такой, офицерский, собирали, под лигой, а этот полков, командово-полковник Шуворов, бывший комендант Кремля, и Сталин ее за что-то выгнал оттуда, и дождать его командиром этого свола-офицерского полка, и вот я попал туда, болтался, болтался, делов нет, я иду к этому Шуворову, он полковник, так, так и так, разношите мне московское среди, он говорит, хоть на Далью Восток, а тогда никто не спрашивал документы, видишь, что офицер в форме, так, и, что, знал, документы, солдаты были военные билеты и не такие, как он, и все, я приехал в Шуворову, в Москву, меня не пускают, охрана, он уже медистры обороны, ну, а когда рассказал охраннику, что звонили, и с охранниками, пропустили, он нас брал, ну, прыгал, как увидел, о, сынок приехал, ну, рассказывай, давай, а у дубляда было, будем сейчас завтракать с тобой, а у него полковник, адвокат, полковник, называйте, по единому отчеству, Дестайк, сейчас будем кушать, вот и сынок приехал, ставить бутылку коньяка на стол, ну, и закуску собрали, а я говорю ему, Георгий Константинович, а вы знаете, что я не пью, а я в рот не брал, и после варенья пил, я только начал выпивать, когда вот, супруга умерла, вот, а так я не влекался, а он на меня говорит, ну и дурак, ну, чтобы за победу надо выпить, я говорю, Георгий Константинович, я не пью, тогда он говорит, давайте этому мальчику молока, он говорит, где молока, пару долларов, они принесли, я поздно, только говорю, ну, что, теперь рассказывай, зачем ты приехал, я говорю, Георгий Константинович, я, значит, 14 немцев зарезал, фашистскую кровь я попробовал, для одного немца откусил доз, у него такой доз еврейский, толстый, мяшистый, ночью, когда встали, в трошею забрались, а состав группы в разведке так распределяется группа захвата, группа нападения и группа прикрытия, а вот, как обычно, старшей группы, так как я уже был офицером, старшей группы, я должен был быть в группе нападения, и я ночью в троше и току спустился, а темно же, здесь прибал, так я, никто не видел, ссунулся, а у меня сразу цап, попался не в здоровье, у меня руку-то сейчас никто не скрутит, еще, а он меня как захватил рукой, а я оказался на уровне с его лицом, я говорю, к тебе, а у тебя, здоровый мужик, и я, как, залез, схватил зубами, и кровь полеглась, он мне рукой отстрясил, тут мне было достаточно секунды, что я выхватил нож, и я залезу, вот отсюда, поэтому потекла кровь, это мне ворот, то я выплюнул, вот, и кусок этого доза у меня был, вот это, я говорю, чем-то я вам рассказываю, что я говорю, я говорю, Георгий Константинович, некого же проглавить, надо, специалист будет, пишет мне записку, вот поезжаешь, вот туда-то адрес дает генеральный штаб начальника автотракторной службы полукори Клебедев, от меня к нему пойдешь, и водишь тебе специальности, я с него поехал, он меня направляет в Розландский автомобильный училище, я его экстерном окончил, вот, а когда окончил училище, он мне сказал, что приедешь опять сюда, я приехал, обязательно проверить, а есть такая там бенция у котов, опьюхать, проверить, а не опасно ли это для жизни, Марсик, ну что ли, проверил, все нормально, ну, значит, ну, когда я вернулся, я закончил, диплом, хорошо, да, отлично, вот, сдал все, что положено, скидки до них не было, только приехал, только приехал, он мне говорит, вот, ты, вот, вот, я опять приехал к этому, Крепеневу, он пишет записку, ульяновск, я поехал в ульяновск, а в ульяновске, там была школа, да, переподготовку офицеров, службы, электрогазовая служба, надо было и изучить, значит, способ добычи кислорода, аргона, озона, ну, все газы, там я изучал, и изучал эту всю установку, которую нужно было знать, будучи руководителем этой службы, ну, и сам я готовили, когда первую ракету готовили, запуска человека, до этого было много ракет запускали, а тот, первый ракет запускали Гагарина, в космос, вот, эту ракету я готовил, кислород, для нее, а чтобы ракету поднять, надо в воздух, ей надо было жидкий кислород, восемьдесят три тонны, двести двадцать тонн авиационных кислород, и четыре с половиной тонны окислителя, вот, такая масса заправлялась в эту ракету, и вот, посчитайте, восемьдесят три тонны, четыре с половиной тонны, и двести двадцать тонн келесина, это где-то около четырехсот тонн вот, сама, как бы, начинка, а сколько уже она вешает, арматура всякая, оборудование, двигатели, это где-то в пределах около четырех-пяти тысяч тонн, вот, и где-то надо массу поднять, и так я этот кислород впервые не добывал, сейчас уже и надо, в данный момент, сейчас уже нашли, и тогда почему было жидкое топливо для ракет, потому что мы не знали это состав начинки, это, как бы, тротиловая, мы знали, но надо было найти способ медленного горения, а так он взрывается, и все, вот, дошли тогда, это способ медленного горения, и потом уже мы дошли способ твердого топлива, сейчас все ракеты закладываются, твердого топлива, вот, они проще во вслуживании, а то же надо было вот эту всю массу, начинку менять как через каждые шесть месяцев, а окислитель это очень вредный, ядовитый, жидкость ядовитая, люди очень много обслуги, которые занимаются этим делом, получали заболевания, крови, легкие, и так далее, ну, а сейчас все уже проще, сейчас уже твердое топливо, а то не опасно для здоровья, и хранится хоть сто лет, может, хранится, так и все, и куда, его можно, и, как говорится, и киллоро, и два, и три, и пять тонн, и десять тонн, оно теперь медленно, как нужно ему задать, какую скорость горения, такой мы можем отрагонировать, вот так я перешел уже на эту службу, вот так эту службу, я продолжал и до последних дня службы, я, значит, службу закончил начальником акта тракторной и кислотно-газовой службы авиационного полка, потому что вся авиация летает на кислороде и на газах, и электричество особенно, ну вот так, вот так моя служба до этого и шла, и так я прослужил, значит, 20, 32 года календарных в армии, вот, а с войной, это начались эти выслуги 38 лет, так же, во время войны, год-завтра посчитался, ну, правда, эти годы, когда я находился на излечении породений и по заболеванию, это со службы убили, а чистые службы, вот так, значит, вот так, я и остался здесь начальником акта тракторной и кислотно-газовой службы авиационного полка, здесь, в Смоленске, сюда приехал в 46-м году, это все было развалывалось, вот эти все тополя, которые здесь, это я всегда сожрал, каждую тополинку я в руках держал, а их было здесь высажено 128 штук, начиная от госпитина до стаба разорвала, вот здесь вот дворик, это был сад мне посажен здесь яблони, осталось две яблони, вот там одна и вот там, а то, что поворовали на даче, я здесь насажал, вот, думаю, ну будет прекрасно, так, все, дачи как пошли, ночью выкапываются, воруются, осталось вот там, на яблоне, и вот на углу там яблони оставались, а то, что пока поворовали, вот такие вот, и с этим пор я стал здесь, как бы коренной, да, когда я ушел с армии, уволился, так, здесь, я городу очень много помогал, в смысле, а у меня были и трактора, и краны, и дуравлические, и механические, вот, и, а городу тогда техники не было, еще, это страдал, я помогал строить, вот эти все дома, вот это, без моей помощи, нигде тут не обходило, вот где самолет стоял, тут речушка протекала, он сейчас, этот, бассейн, здесь видят, посадили, умные голы, на самые речушки, и теперь он уже сколько лет, у него угробили денег, а он все равно, дает просадку, потому что он стоит, да, речки, а мы речку не запорудили, а она, что-то, засыпали ее, как сверху, а под землей, вода все равно идет, она собирается с аэродрома, аэродром, 480 гектар площадь, и воды там набирается, ого-го, и еще тут речушка, вот она шла там, и вот туда, это, там враг, и все эти истории, я помню, да, все было разрушено, это большая советская, вообще было все завалено, дыры, город был спаленный, разрушенный, у меня где-то долгое время хранилась я, так как моя служба подчинялась КЖБ, вот все секретные данные я знал, вот, мне было много отрезков пленок, где немцы идут, когда захватили этот Смоленск, едут по большой советской, такие, да, воинные, рыбки, море, рукава засушены, это же это было, и наши бойцы валяются на дороге, они танки ведут, даже, ну, она была, как бы, только, показаны, картины, а слышать не, ну, чувств, когда ты наблюдаешь эту передачу, чувствуешь, как черепах лопают, произвольно чувствуешь, как давили стулы, по месту, не хочешь исполнять, вот я и остался тут, жить, настоящий, жить, у меня сын окончил школу 22-ю, и дочь окончила школу, она окончила энергоинститут, вот, работала главным конструкционным состатом. Вот каким главным тут не говори, какой главный, инженером просто работа, а то она говорит. Имеет свои дипломы, изобретения, вот я, да, тут есть, у меня фотографии, сын окончил, медицинский факультет, военный подводников, значит, 19 лет он прослужил, врачом на подводной атомной лодке, вот, сейчас он живет в Феодосии, в Крыму. Вот, а мы с ней вдвоем здесь ругаемся, я свой век доживаю, значит, ну, все было, как бы, складывалось, вот, я сейчас, если бы мне сказали, Меходий Александрович, хотите повторить, всю ту, жизнь, которая прошла, я бы не отказался, потому что я чувствую, что я приносил людям пользу, несмотря на то, что у меня желудка нету полностью, выбросили здесь, в Смоленске, никто не хотел ее оперировать, ни в Москве, здесь все это послали, и мне все говорят, ты же рискуешь, ты же рискуешь, куда ты пойдешь, и последний раз я пошел в военный госпиталь, мы таких операций не делаем, ну, куда деваться, я поехал в онкологию, до Жукова, там тоже, говорит, мы не можем тебе делать операцию, ты рискуешь, я ему говорю, Михаил Романович, там был главный, это турасть, знаешь что, я всю войну 5 лет рисковал, каждый день, так, разрешите мне рискнуть, по-другому, и все, и это полыненько, я рискую, а я ему говорю, а я за свои риски тебе заплачу, он, другой вопрос, да, я честно же рассказываю, ну, иди к врачу, к терапевту, есть тогда, тебе допустят к операции, я тебе операцию сделаю, вот, она стоит там, рая, ты что, подслушиваешь? Я, зачем я подслушиваю? Я просто слышу, хорошо, вы в вопросах задавайте, а то путь вам обо всем. К евреям тоже, я же так и так, себя рада, кто собирается делать операцию, я говорю, Михаил Романович, он же рискует, а я ему за его риски заплачу, я допускаю вас, тоже рискую, что сняли, я его заплачу. Она тогда электрокардиограду заложила, посмотрела, да, прогрессируешься с целью кардио, вы рискуете, я говорю, что вы мне предлагаете, мычительную смерть, я же знаю, что такое, а этот, нет, переродился в злокачество, поэтому, мне посылают, прогласились, за взятку, значит, посылают в Красный Крест, Красный Крест, я продолжал, дней 15, мне подлечили сердце, оттуда я опять к нему, и вот, вырезали мне, полностью, вот тут, а надо было, потому что, этот рубец был, при самом ходе, пищевода, обычно, они так, одну треть, отрезается, две трети, а тут, тогда, отсекать полностью, вместе, собак все, и соединили, мой пищевод, с тонкой кишкой, теперь, мне желудка нет, я кушаю, и все, моя пища идет, непосредственно, в тонкой кишку, а у нас с вами, в тонкой кишке, 7 метров, у взрослого человека, 7 метров, там, где происходит, происходит, вот это, переваривание, ну, радуется, нечего, трудно, было сначала, я понемножку кушал, тоже понемножку, ну, куда, а он мне говорит, все это, хирург, ты больше кушать, пусть раздвигается, кишка, пусть раздвигается, ну, как же больше, я сейчас, как-то, чуть-чуть, лишнее проеду, мир в боли, ну, ладно, как говорится, одна беда, она не ходит, тут мне, сердце начало, сдавать, крутили, вертели, спасибо, здесь, направили мне в Москву, в Красногорск, в Красногорск, мне, вшили, мое сердце наружу, вот оно мне висит, вот, и электрон, один ввели, ввели, плечевую, а в другой ввели, в синусу и узел, в сердце непосредственно, и вот, теперь, вот этот прибор, дает мне импульс, и сокращение, установили мне, 62 сокращения, я живу, правильный, то еще не все, как вас звали, Саша, 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 вот, мне сет Саша, вот, ничего не культур, что это, глаза, мне глаза были, ты, вот, в розетке, с плащейной, глазами не драли, мне глаза были, гуачи, там все, и что же мне взял, у меня нет глаз, разрезали, эти мои природные зрачки, выбросили, и этот, и этот выбросили, и вшили мне, и хрустали, вот, сейчас в глазах, я, я вижу, так, значит, сердце наружу, глаза мне вшили, то это не все, и все, Саша, садикова еще, вы спрашиваете его, и сейчас, много за мной ходит, кто-то говорит, я думаю, инсульт, морда перекосилась, рука эта свело, вот так, ну и все, сейчас я, сказал, нет, врешь, не возьмешь, как Чапаник, Чапаник говорил, вот, многие ходят, вот, с палочкой, спрашивают, и что, ну-ка, брось палочку, ну, природа тебе дала, две ноги, так надо, надо ходить, а ты еще третью ногу себе цепляешь, ты знаешь, ой, а я говорю, не знаю, как я не знаю, вот, как я не знаю, что такое, хромат, нога перебица была, вот, было мало кто, все шлось, здесь, здесь, все нормально, вот, и почему, если я сказал, что только труд, физический труд, и сила воли, побеждает, всякое заболевание, поэтому, ты, молодой парень, никогда не подавайся, никогда, если что задумаешь, добивайся, пусть это будет трудно, вот, но в жизни все пригодится, я со своей жизни все знаю, вы мне на любую тему скажете, мне можете задать вопрос, природе, организм человека, по машине, любую машину, я вожу сейчас, еду, сделаю, запущу, отремонтирую, отрегулирую, всем, это все в моих руках, я никому не даюсь, ну правильно, никому не даюсь, и никого не приглашаю, значит, дачу сам построю, домик, горяца построю, и подвал, и следы сложил, и все же, и все же, я вот такие вот, надубные, дубные, жизни, где-то что-то я подчеркнул, где-то я что-то запомнил, вот, и мне это, как бы, фокусировалось, создается образ какой-то, определенный, предмет, на природе, для жить, и так, вот, и я, это, что, барчик, ты пришел, на информацию, сейчас, значит, я вас задержу, Не-не-не, конечно, ну вот такой, вот я написал, сейчас он, дублинный, конечно, крот, а ты под кротом, имеется в виду, человек, ну понятно, синонию, так называется, значит, между губернским городом, да, губернским городом, в одном губернском городе, между Питером, Киевом и Орлом, жил крот, имел большие страсти, всегда хотел быть при больших деньгах и пластью, ну, сначала, в цели он шел с ветерком, вот, в руках уже и райком, ну, так уж и случилось, не стал же в партии родной, кому теперь идти, с умой, но крот и здесь не растерялся, в стране развал, а он сумел себе надел, баринат надел, оделся в шокер депутата, квартиру получил по плату, и с мути перемен, умело делал дружный крен, чтоб к кому-то присоединиться, при нем наесться и напиться, короче, крот стал нужником, то при одном, то при другом, слуге народа, нового рода, так продолжалась, 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 жить крота, ну, да, карьера резко осложнилась, но крот и здесь не растерялся, так, умих наделал себе, барин наделал, и дальше, в сути перемен, он делал нужный крем, умел хватать приказа жадно, несчастно бить врагов начальства, и с миту перемен, под ними он делал дружный крем, прорывает нору под начальством, кому он нужен, его величают, все плохое, ну, короче говоря, вот этой ситуации крот создал ситуацию, в которой мы сейчас переживаем, и принцип такой, уже значит, спеший такой, у кого у кого больше денег, у того выше и власть, да, мы при этом живем, вот, стороной пролетела птица, ёжик тихо-тихо побежит, в серебрях, в серебрях, в мелькнет черниться, тихо, природа спит, ветерёк в лесу забрался, листьям не шурчит, с облака стеряет тень, марс венере остался, и наступает новый день, вот восток уже олеет, в силу ходит новый день, молод ты или стар, душу вдруг в тебе согреет, нежный, трилли, божий дар, Саша, скажи, ты человек, как продлить природный век, ты ведь умница и мастер, разрушитель, человек. Спасибо большое, замечательные стихи. Ну, этих много, теперь здесь написано, вот такие, я... Мефодий Александрович, вот моя жизнь, вот такая у меня даже жизнь, вот все. Вот, Мефодий Александрович, вспомните предвоенные годы. А? Вспомните предвоенные годы. Предвоенные? Да. Было какое-то ощущение, что война надвигается? Ну, видите, в чем дело. Война, то я помню, как она начиналась. Но я, в данный момент, когда война начиналась, то я был далеко от границы. Да он был молодой, он же было сколько лет. Я знаю, что эта ситуация очень хорошо. Так, как она начиналась, с такой песенки было. Вот. Ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. И вот, с этого дня я все помню до, до мелочи. Как начиналась, как они воевали, чем воевали, как воевали, как воевали. Как, какие примеры, отбрали. Я, допустим, освобождал Кавказ. Мне документы, это, вот, Верховный Совет меня формировал. Поставление Верховного Совета наградили меня за освобождение Кавказа. Вот. освобождение этого, Крыма. Вот. Потом, знаете, за участие в освобождении Кенненберга. Вот. Все эти фронты я прошел. Как говорят, сквозь, огонь и воду. Вы представляете, март месяц. 42-й год. Март месяц. Мы голые, группой, я еще был рядовым разведчиком. Переходили все в такое гнилое море, Симаш, вы слышали? Это отделяет материк России от Крыма. Да, да, да. Вот. Мы в марте месяце три раза переходили в голые туда и обратно. Значит, первая линия обороны была немецкой. Стояли татары. Немцы служили. Вторая линия обороны на этом пересеке были румыны. А сзади всех этих трех эшелонов стояли немцы. Значит, татары побегут, румыны их бьют. Румыны побегут, немцы их бьют. Вот так держали они этот крем. и Гитлер приказал создать пушку Ру в Германии. Да, отлили эту пушку. Она стреляла сто килограммовыми снарядами в промоенной водке. они целый год топтались, не могли взять Севастополь. Так вот эту пушку специально сделали платформу четырехосную и две двухосные четырехосные а и под нее сделали восьмиосную ее привезли туда в бахчисарай и там в лесу на высотке было место подобрали чтобы оттуда стрелять по зотам этого Севастополя нашей группе было приказано перейти что что туда в этот бахчисарай найти ну мы приблизительно знали где но надо было уточнить мы туда пробрались установили место где готовили фундамент под нее чтобы его установить и нас не все на карте точно координаты нашли и на второй или третий день мы передали сведения командующую 51-ой армией он командовал передач 4-ой армией крейзер не кейзер а крейзер еврей вот и эту пушку это место авиация разбила пух и фрак там ничего не осталось вот за это мне наградили орден макетский войны первый майор был вот и таких вот эпизодов было много вот здесь было в Белорусии было значит вся это Курляндия так называлась вот была как бы окружена нашими войсками Баграмян был командующим фронтом отрезали его прижали к морю и немцы тут же футерная система была Литве Латвии Польши так сделано что каждый населенный пункт был укрыт районом то вот его нельзя было как обычно разбить надо было воевать за каждый участок за каждый дом и вот я же был офицером был старшим группы так был старшей группы и я участвовал в этом операции ночью мы подобрались 37 человек было в моей группе перебили расчет немцев захватили пушку с этой пушки я расстрелял несколько блиндажей ночью мне второй орган дали отец вот за эту операцию так вот и до самого конца войны потом когда меня ранили вот здесь вот там уже конец войны я в разведку не мог ходить уже было не то здоровье пока не окреп ну и так в госпитале меня и конец войны захватил и так пошла 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 а чтобы конкретно как было само отсюда оступать меня нигде не оступало меня все время бы наша часть где я воевал только наступали только наступали освобождали освобождали братья Тихорецк Майкоп Моздор короче весь этот северный кавказ и дошли до 4-й украинский фронт вот освобождение Сталина Сталина вот Крым ну а здесь по всему Крыму и Елта и другие города и так вот перелегались до самого Криньберга и вот тут и застопорилось вот вспомните на фронте были люди разных национальностей вот на фронте были люди разных национальностей были и украинцы и белорусы значит я работаю что ж мне приходилось воевать сами сами безрасход безрассудные были такие вот можно проявлять храбрость с рассудком да да а можно безрассудка то есть лезть на пролом да тот кто лезть на пролом безрассудка есть людей нет надо было чтобы лезть вот мне даже один раз уже под конец войны был такой случай я же был командиром вот разные группы так и на меня один донес КГБ вот что я был они рвутся в бой а я сдерживаю мне арестовали за это поэтов ДДОСу ну и потом разобрались что делали как это все происходило все ничего хотя в то время было очень строго могли бы просто расстрелять еще подумаешь никто за это не отвечал я мог расстрелить любого и не отвечу не нес бы вот а были меня в подчинении грузили были молдаване но молдаване я вам скажу это люди безрассудные безрассудная смелость вот дай ему приказ иди и он пошел только получит приказ над это не будет вот ничего убьют и убьют и все а вот грузины хитрые хитрые до до друга до солдата можно было смело положиться вот пусть даже как бы но на армян нельзя лучше пусть будет Иван только не пьян на на это можно рассчитывать но армян это хитрый хитрый вот меня их почти что не было после войны мне попадалось армяне служить у солдатами у меня было клуба большая около трехсот человек почти людей и офицеры и сержанты и старшины и так далее потом я когда в улице я руководил большой автобазой вот у меня было около трехсот машин примерно столько чуть больше людей вот потому как только узнали в обкоме партии что я специалист по этому вопросу так меня вызвал Клебенко был такой первый секретарь обкома партии и говорит ты что не хочешь работать я знаете мне это работа надо надо отдохнуть ну вот вот будешь работать и будешь отдыхать у нас завалили все базы завалили товаром а вывести покупателя не на чем а ты специалист иди-ка принимай ты базу я я сопротивлялся потом супруга была живая я ей как раз сказал она знает что такое связаться с людьми с машинами с техникой ни в коем случае я раз отказался второй раз а потом думаю ему говорю давайте так на компромисс в одну порядок навести все было базы на два года о бери два года через два года придешь наведи порядок придешь ко мне покажешь мне пальцем какой твой магазин директором сделать тебе я тебе сразу сделаю я думаю ну ладно два года то я выдержу когда два года соблазь так я 26 лет от барабани а люди сейчас довольны ну да я построил базу хорошую сауду бассейн создал футбольную команду своя была меня вот форму купил два автобуса купил им они ездили по всей области вот играть ну вот знаете такие клубные вот она где бы я ни в Лигу не уходила я просто но моя здесь от базы была команда я из формы ходил а бу так условия создал приехал с работы иди купайся в бассейне иди бойся ну бассейн такой ну вот как эта комната ну облицованы черпачили вода все подогревается и все и ту же душу кабины душевые вот интернат сделался пришел рабочую повесил чистенько одел и пошел встали ну о люди не верили что можно так жить ей богу не верили и сейчас я только по городу пойду обязательно ну 26 лет было перемен люди менялись приходили и так здравствуйте 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 вот так что я считаю что я свой долг как говорится для людей какой-то пользы пронес вот никто без квартир не остался это главное вот а многие когда я пошел встал я говорю знаете что хлопцы собрались все а хлопцы здоровые я говорю я буду в резинных сапогах проходить и выяснить пока вы не создадите себе условия для работы ох как шум потяну были такие которые отсеялись а которые поверили взяли за работу то и получили и квартиры и тринадцатую зарплаты была и зарплата выросла и главное в то время наше было такое кризисный момент продовольствием они ходят столовые рестораны обслуживают школьное питание студенческое питание он и сын и домой еще дадут а если не воруют потом можете украсть ну то те которые ворвали те не работали те уходили вот потому всю жизнь я отдал вот здесь здесь мне вот эту квартиру мне дал командующий округа был такой бакистский командующий московского военного округа мне тоже было вот напротив дом я там жил это горевший дом был вот там баряк стоял вот жил за стадионом тут стадион там была вхатка там я жил ну в общем как сигары гоняли а я взял жалобу написал начальнику политуправления она попадает не начальнику политуправления а командующему бакистскому он написал уже рейтолюция командующая товарища великана побывать я был майором у майора слабуда на квартире и доложить остановку и тут он прилетел сам сюда что это случается куда-то а куда-то он летел и вызывает меня в кабинет командира я уже вхожу спуту в бакистский а он не любил чтобы его называли генералом а генералом много а командующих мало так он любил чтобы его называли товарищ командующий я только зашел ты жалобу писал я писал думаю раздался будет страшно а он тогда поворачивает командиру полка и говорит а какого-то черта ему квартиры не даешь две пальцы вот узнаешь что их квартиры появились и тебе не дали вот телефон москву звонит и тут меня забегали а этот дом строился а я жил в депутинском домике за 109 ну я сказал знаете что не ищите я никуда не пойду куда это как свой район понравился тихо тем более что было засажено поле я тут трудом забуду уложил куда я буду переходить и так и остался и так метали квартиру ну правда когда я только поступил сюда работу был такой Магидов председателя обкова вы с ним не знаете когда он меня вызвал и говорит ну что как тебе с квартирой я говорю нормально а может лучше сделать квартиру я говорю нет я никуда не пойду а у меня еще было тогда время много людей без квартир и я пойду скажу да мне обезали сразу квартиру так меня люди не уважали сказали о имеет квартиру и пошел на улучшение квартиры я Магиреву говорю Иван Карпович не пойду никуда я буду вот так и остался вот так твоя жизнь здесь сложилась вот скажите что вас и что интересует вот скажите повлияло ли ваше участие в войне на ваше отношение к религии повлияло ли ваше участие в войне на отношение к религии ну вот как вы относитесь к религии к религии да какой ну какой-нибудь вот вы верующий вообще а я вам скажу Саша верьте или не верьте вот я знаю природу а природа это бог бога физического нет а мифический есть бог миф а физического нет вот смотрите сколько у нас религий ну вот давайте Frost это кеи вы затраг hunted ислам эм христианство буддизм да верно нет саша религии религии февропе два мясона в земном шаре, там где в слово Бог, это одна религия, там где Бога нет, там другая религия, а у нас присутствие Бога во всех мифических религиях есть, присутствие Бога, только по разуму называется, он называется Аллах. Есть религии, две, что я сказал, значит, это буддизм, буддизм, там Бога нет, там есть Будда, а все остальные, мусульманская, католическая, христианская вера, это все одни те же, с одной и той же корня они выходят, Бог, а Будда, буддизм, там Бога нет, там выступает в виде Бога природа. Вот евреи, это, какой Бог? Не знаю. Физический, они своего Бога видели, а мы, вот православная вера, Бога нет, мы его не видели, мы в них верим, в них. Что? Говорит, смотри, тебе не меньше моего училища. Почему, Мик? Все формирует природа. Угу. Все. И она сформировала человека, она сформировала всю обстановку, всю жизнь на земле, формирует природа. Да, даже вот эта кизялочка, которая полует, это тоже от природы созданная. А вот у евреев, Бога нет как такового, у них есть, не Бог называется, вот. Сейчас выскочу, у них называется не Бог, а Яхма. Да, да. Яхма. Яхма. Вот Яхму они свое убили, а это их не Бог. Почему? В Синейском полуострове кучка евреев осталась, кучка, на бемерянии. И этот Яхма, производитель еврейский, сказал, надо отсюда уходить. А куда идти? Он применил это решение, и пойдем на север. Из Синейского полуострова он их повел и довел до Израиля. Обитованная земля, так называемая. Вот они тут же и поселились. Да, обитованной земле. А Будда, Буддин, он имеет свои корни из больших, таких отдаленных предсказаний исторических, мифических, то не физических. Ну да. У евреев физических, они видели его. А Буддизм тоже зародился так. Откуда взялась эта вера? А? Буддизм? Откуда? С Индией. Ведь до этого, пока их не приняли греческую веру, не осветили в Гибре. Это кто осветили, так видите, предварительно? Кого, кого осветил? Кого осветил? Осветили нашу веру крестьянскую. Она же с Греции пришла. Да, да, да. А кто осветил в Гибре? Приняли эту крестьянскую веру? Девятьсот восемьдесят восьмой год. Забыл. Ха-ха-ха. Вот. Да это же не было в вере никакой. Да, да. Язычество. Верили в солнце. Да, да. В вере. В молнию. В камень. В лес. В гром. Не было же. И никто никакого Бога не признавал, не сделал этого Бога. У нас Бог выдуманный. А если ещё углубляться в эту диалему, то всё создаёт природа. Да. Всё. Она формирует условия жизни. В каких условиях в данной среде находится тот или иной растение. Животы. Мы с вами живём. Это формирует нас природа. Почему? В форму за жизнь идёт. Потому что выживает сильнейшая эволюция. Да. Природа борется за своё создание, за будущее то, что она создала. Да, да, да. Почему нам два глаза дали? Чтобы увидеть тучи. Чтобы человек мог дольше видеть. И больше пост. Почему два уха? Это придумали? Придумали. Это не кто-нибудь. Да, да. Почему? Перепад. Лето, зима, осень. Это же с другой темой. Да, да, да. С другой темой. А вот о природе, что всё на нашей земле, на нашей планете, начиная от бухашечки до комара, любого животного, растения. Всё живое. Всё живое. Дерево живое. А вы думаете, оно не плачет? Конечно. Дерево. Возьмите. Вот сейчас топором. Клюньте. Порубите где-нибудь веточку. Значит, сколько движений начнёт, и он тогда стоит плакать. Начнёт затягивать, и затянет свою боляшку. Заживёт. А топором она выживает? Конечно. Да. В природе даже. Вот в таких, как говорится, неводушевлённых предметах идёт борьба замерзевания. Не говоря даже о человеках. Ну, самые умные. Развитый человек. Вот скажите, а приходилось вам во время войны встречать союзников? А? Приходилось вам во время войны встречать союзников СССР? Не понял. Ну, вот вы знаете, что были союзники у СССР? Вот во время войны у СССР были союзники, да? Англия, Франция. Вам приходилось их встречать? Да. Вот расскажите об этом. Может быть, вы... Я говорю с американцами. Вот. Тут же я даже... Меня приглашали здесь... Есть... Вот... 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 Диспансер, где присутствуют здесь эти американцы. Дети американские сюда. Здесь, в Красном Бару. Вот. Они сюда приезжают, строят этот диспансер, помогают нам. Я очень часто с ними встречался в прошлом году. У меня есть от них подарки. Вот. Вот. И мне приходилось встречаться с американцами во время войны. Здесь был полк, так называемый, Нормандия-Неман. Да, да, да. Вот. Это в основном англичане здесь были. Американцы здесь были. Были. Но в такой степени они бомбили в основном промышленные ресурсы Германии. Они знали, что им не достанется ничего. Поэтому германские города, промышленности, разрушили пух и прах. Они заправляли самолёт свои в Африке. Летели на Германии, бомбили. Садились у нас здесь. Тут же опять подзаправлялись. И бомбы, и горючим. Опять летели, опять бомбили. И вот так челло. Вот. Вот. А англичане здесь создали на территории России. Вот создали полк. Полк. Барбадий-Неман. Здесь приезжал. Я с ним встречался. Ну как? Не так, как и с вами. Вот так я в этом, в горкоме. А вот когда командир этой полка Нормандии-Неман сюда. Вот после войны это я уже работал и служил. Был Рейдерик тогда, председатель горы полкова. Вот. Он сюда приехал. И нас собрали, руководители города. Собрали, представили так. Ну вот с нами побеседовал. Прекрасно разговаривает по-русски. Вот. 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 И когда он посмотрел в Смоленске. Ему предложили проводить провогатора по городу. Угу. Председателя горы полкова. А он отказался. Я, говорит, там ориентировались прекрасно. По-русски я разговариваю. Вот. А потом, когда он уже отсюда в Москву уехал, опять нас брал Рейдерик, руководителя предприятия, и говорит, боже в Смоленске. Я, говорит, сгорел. Мне, наверное, было стыдно. Это Рейдерик, говорит. Я ее передаю разговор. Я, говорит, ехал с таким предподнительным настроением сюда в Смоленске. Исторический город, который я защищал. И я, что я увидел. Вот я передаю то, что мне говорил Рейдерик. Не мне, а там все ругодят. Я, говорит, увидел сплошное бескультурие, ханство. И как-то еще верился. Так, говорит, я, говорит, чуть не упал. Он меня убил. Так вот, мол, нас, руководители предприятия, говорит, ну, надо воспитывать. Я говорю, так вот вы воспитайте. Что сейчас у нас делается? Вот сейчас такую газету посчитать. Две студентки. Ну, читали. По телевизору передавали. Одну зарезали. А, ну, естественно. От коллеги тогда. Вот. А одну издосиловали. Вот. А эту нашли, зарезанную. Вот. Ну, куда это уже? А что будет? У-у-у-у. Я знаю. Здесь, когда я приехал в Смоленск, Саша, здесь можно было смело. Вот. Ложись на лавочку. Вот, любим кустов, спи. Никто не странно. Никто не странно. Хотя в то время еще было бедное. Люди не точно такого не достанут. Что ж было? Ничего не было после войны. А сейчас что творится? Да. Насилие, убийство, грабежи. Это упадут. Я, например, вот я же, я же, как говорится, век отжил. Да. Да. Но я хочу сказать, что мы оставляя своим дуков и правнукам и дедам, оставшимся тут, после нас, разруха. Да. Экономически мы ничего, Саша, за это время, когда Ерцин развалил всю экономику, мы же ничего не построили. Мы же только ломали. Угу. Ничего не строили. Ну скажи, что построили? Ничего. Мы раздали. И я такую реплику уню. И я просто не хотел того, чтобы оставшись от этого. Мид.